Динамо вывел на игру с панахайками нетрадиционный капитан Юрий Ковтун. Из двух привычных носителей повязки Сметанин лечится, Кобелев готовится к матчам внутреннего первенства, а в остальном состав был вполне боевым. Вкупе с вопиющими ошибками вратаря греков Каравакаса на выходах, это давало надежду на крупный счет. Но у Динамо особый менталитет. После гола Штанюка вместо желания забивать еще, белоглубые решили, что с таким соперником 1-0 вполне хватит. В результате панахайки 15-й команды Греции легко и свободно низвели самую авторитетную оборону России до своего уровня. Без всякого сопротивления ударом в упор Глих сравнял счет 1-1. Может быть такой поворот дел и стал бы москвичам пресловутым холодным душем, если бы не потрясающее событие. Неожиданно на ровном месте, если эти слова применимы к Динамовскому газону, получил травму главный судья. И запасному арбитру Кусаинову пришлось переодеваться на игру. Вся эта история бесповоротно настроила присутствовавших на цирковой лад. Трибунам уже нужна была не столько победа, сколько веселье, и звездой дня стал Куценко. Он промахивался из самых разнообразных положений. Только однажды конкуренцию Алексея клоунским движением составил вратать, но и тут Куценко угодил в штангу. Динамовск в конце концов забил на последней минуте тайма, но во-первых, все для него сделал Кульчий, а во-вторых, уводя мяч с ноги партнера, Куценко рисковал дать судье повод зафиксировать австайд. Но все обошлось 2-1. И этим команды ограничились. Во втором тайме Куценко продолжал нащупывать грань между очевидным и невероятным. И уже вся бело-голубая команда была вовлечена в эти философские попытки, но на уровне комбинационной игры. Между тем, счет 2-1 по праву считается в футболе скользким. Ближе к концовке греки попробовали пойти в Абанк и пару раз свистяще били издали. При этом им удивительным образом никто не мешал. Динамовцы удержали победу, но после матча и поздравления воспринимали как скрытый сарказм и оправдывались каждый за себя. Ну, не знаю, в дубле почему-то забиваю, когда играю. Здесь что-то вот, ну, немножко, может, сживался. Очевидно, что после двух неполных туров в пятой группе Кубка Интертото динамовцам придется конкурировать с Генком и Стабиком. Двум последним клубам выход в следующий этап не грозит.